Добираться до Эстонии из России удобнее всего автомобилем, автобусом или поездом. Также в продаже всегда есть билеты на самолеты и паромы. Второй вариант актуален в первую очередь для тех, кто находится в Санкт-Петербурге. Но чтобы у вас не возникло трудностей на таможне, нужно иметь при себе определенные документы. Мы расскажем, как преодолеть очередь на границе с Эстонией, можно ли упростить процесс проверки и какие бумаги нужно оформить, если вы берете с собой питомцев. Пересечение границы в штатном режиме. Если вы планируете отправиться из России в Эстонию на автобусе, поезде, пароме или самолете, то наверняка обратитесь либо в турагентство, либо в визовый центр. Можно, конечно, забронировать билеты и номера в гостинице самостоятельно. Еще легче пересечь границу. Если вас приглашают в гости родственники, проживающие в ЕС, так или иначе, чтобы совершить такое путешествие, не нужно вникать в тонкости. Главное иметь при себе следующие документы, заграничный паспорт, не менее двух свободных страниц, срок действия. Как минимум три месяца со дня окончания запланированной поездки, открытая национальная либо шенгенская виза, действительный полис медстрахования. Так или иначе, с тем, чтобы показать документы в порту, аэропорту или на вокзале, проблем не возникнет. Единственное исключение – граждане, на которых распространяется запрет на выезд из Российской Федерации. Чтобы оценить вероятность запрета вылета за границу и узнать информацию о наличии задолженности по кредитам, штрафам, алиментам, услугам ЖКХ и прочему, рекомендуем прочитать нашу статью. Но если вы отправляетесь в Эстонию на собственном транспортном средстве, дело значительно усложняется. Нужно подготовить дополнительные документы, привезти в надлежащий вид автомобиль или мотоцикл, выбрать наименее загруженный маршрут, следя за ситуацией на границе Эстонии онлайн или с помощью знакомых. Впрочем, если не волноваться, грамотно составить план действий и следовать ему, вы доберетесь в пункт прибытия вовремя. Где встать в очередь на эстонской границе? Пограничные пункты немногочисленны. Если вы планируете добираться на автомобиле из России, а не ехать транзитом через Латвию, вам доступны три места, где можно пообщаться с сотрудниками иммиграционной службы. Пункты пропуска на границе с Эстонией для удобства приведены в виде таблицы, представленной ниже. Название пункта расстояния от Москвы, расстояние от Санкт-Петербурга, пропускная способность, человек за 24 часа, основные сведения Ивангород-Нарва, 780 км, 120 км, 7000 адрес, Ленинградская, область Г, Ивангород, Кингисепское шоссе, 8, ближайшая АЗС, Нести-Лукоил, Куничина-гора, Койдула, 730 км, 330 км, 2000 адрес, Псковская область, Печорский район, Дер, Куничина-гора. Ближайшая АЗС, Сургутнефтегаз, Лукоил, Шумилкино-Лухома, 730 км, 340 км, 4000 адрес, Псковская область, Печорский район, Паниковская волость, Дер, Шумилкино. Ближайшая АЗС, Сургутнефтегаз, ПТК Эрис. Каждый из вышеперечисленных пунктов работает круглосуточно 365 дней в году. Любители покупок обрадуются, найдя на границе магазины Дьютифри и системы возврата Тексфри. Не останутся в обиде и водители крупного автотранспорта. Каждый из пунктов считается грузопассажирским. Ажиотаж в преддверии новогодних каникул. Регистрация на границе с Эстонией для автомобилистов обычно занимает немного времени, однако есть одно исключение – новогодние праздники, время ажиотажа среди туристов, а также родственников. Людей, проживающих в странах ЕС. В итоге очередь может растянуться на 8 часов или даже больше, и это в штатном режиме. Периодически люди сталкиваются с ЧП и проводят на границе чуть ли не половину суток. Так, зимой 2021 года один из пропускных пунктов потребовал экстренного ремонта, путешественники до сих пор обсуждают это событие на российских форумах. Помимо новогодних каникул, время скопления российских автомобилей и автобусов на границе – это майские праздники 1-10 мая, ноябрьские праздники 1-4 ноября, последние недели лета. Длинные очереди на въезд начинают собираться к 8 утра, машины копятся вплоть до полудня. Что касается очереди на выезд из Эстонии в Россию, самые тяжелые часы в такие дни – с 14 часов ровно до 18 часов ровно. Но это не значит, что долгожданное путешествие стоит отложить. Есть несколько способов сократить ожидания – посмотреть онлайн-трансляцию с камер наблюдения, установленных на границе. И в зависимости от увиденного скорректировать маршрут, прочитать комментарии путешественников на сайте границы онлайн и задать вопросы о ситуации в конкретном пропускном пункте, воспользоваться платными трассами, забронировать место в очереди онлайн. Если вы встаете в электронную очередь, учтите, что зарегистрироваться на сайте нужно не менее за 3 часа. Лучше брать время с запасом, так как 15 минут у сотрудников иммиграционной службы уйдет только на оформление заявки. Впрочем, обо всем по порядку. Пересечение границы и бронирование места в очереди. Электронная очередь на эстонской границе доступна абсолютно всем гостям, которые собираются обратно в Россию. А вот бронь-место на въезд пока что доступна только тем, кто хочет попасть в Эстонию через пункт Куничина-гора Койдула. Регистрироваться онлайн можно, как уже говорилось, не менее чем за 3 часа до появления, а вот насчет верхней границы можно не волноваться. Бронируйте пропуск хоть за месяц. Особенно актуально это для тех, кто собирается в Эстонию на праздники. Электронные талоны могут разобрать за 3 недели до выбранной даты. Чтобы забронировать место в очереди на прохождение границы из России в Эстонию, вам нужно зайти в систему электронной очереди Гоу-Свифт, в ТПТСДС, WWW, и степивайр, и выбрать дату и назначить. Свой час, а затем оплатить услугу. К счастью, бронирование времени – удовольствие не самое дорогое. Даже владельцы грузовых машин категории D платят за пропуск не более 14 евро. Дополнительная информация для автовладельцев. Как мы уже выяснили, пересечение границы России – Эстония на автомобиле дается россиянам нелегко. Помимо перечисленных выше аспектов, как встать в электронную очередь, какие документы подготовить, человеку, который собирается везти машину, нужно разобраться с некоторыми нюансами. Перед тем, как выезжать из России, убедитесь, что при вас есть права международного образца, технический паспорт ТС, документ, подтверждающий, что автомобиль или мотоцикл является вашей. Собственностью. Международный полис обязательного страхования ТС, так называемая «зеленая карта». Что такое грин-карта, стоит рассказать подробнее. Речь, как вы догадываетесь, не о визе в Америку, а о специальном документе, который пригодится в случае ДТП на границе. Оформить этот полис можно прямо на границе, страховые компании расположены неподалеку от КПП. Но лучше перестраховаться и разобраться с формальностями заранее, обратившись в родную контору в собственном городе. Таким образом вы сэкономите. Время, очереди выстраиваются далеко не всегда, и вы будете вынуждены потратить не менее 20 минут на оформление полиса вместо того, чтобы проехать сразу же. Деньги? Пограничные страховые компании оказывают услуги по завышенным ценам. Нервы, согласитесь, намного приятнее ехать за границу, зная, что вы уже уладили все формальности. Еще одна тонкость касается тех, кто переобул машину в шипованную резину. Выезжая в таком виде в Эстонию, убедитесь, что это официально разрешено в Департаменте шоссейных дорог Эстонии и их ТПТСДС. В.В.В.В.НТ. И.РУ. Обычно с ноября по март проблем с зимней резиной не возникает, и все же сроки каждый раз оговариваются отдельно. Пересечение границы Эстонии на автомобиле КПП Нарва-Ивангород. Видео. Пересечение границы при наличии привилегий. Увы, переход границы России, Эстония для автомобилистов – дело небыстрое. Впрочем, если есть уважительные причины попасть в страну срочно, можно заранее о них заявить, тогда вас пропустят в необщей очереди. Конечно, такие причины нужно подтверждать, предъявляя документы, свидетельства, расписки. Но сотрудники иммиграционной службы наверняка отнесутся к вам с пониманием, если вы. Нуждаетесь в срочной медицинской помощи. Должны навестить тяжело больного родственника или присутствовать. На похоронах опаздываете на самолет, поезд или паром, и можете показать уже купленный билет, или хотя бы подтвердить, что вы забронировали место онлайн. Уважительные причины могут относиться к любым сферам жизни. Главное – иметь документы, доказывающие, что из-за простоя в очереди вы можете столкнуться с реальными проблемами. Еще большими преимуществами обладают следующие категории путешественников. Дипломаты, консулы, члены международных делегаций и лица их сопровождающие, водители, доставляющие скоропортящиеся. Товары, мотоциклисты, учитываются только транспортные средства категории А и А1, люди, которые везут с собой питомцев. Если вы берете с собой домашних животных. Как было сказано выше, прохождение границы с Эстонией и с домашними животными поможет вам преодолеть рубеж быстрее, но это потребует серьезной подготовки. Во-первых, некоторые питомцы должны быть привиты, во-вторых, владельцу следует взять с собой соответствующие документы. Упрощенная система регистрации действует, если с вами едет кошка, собака, хорек, беспозвоночное животное, в эту категорию входят пауки, улитки, многоножки и прочие экзотические питомцы. Кроме пчел, шмелей и ракообразных, земноводное животное, чаще всего это тритоны и лягушки, рептилии, черепахи, змеи, хамелеоны, ящерицы, грызун, кролики, хомяки, крысы, декоративное, птицы, канарейки, щеглы, попугаи и некоторые другие. Если вы завели сову или ворона, лучше не рисковать и перед поездкой заявить о питомце в посольство Эстонии. Не потребуются дополнительные документы, если животным больше шести месяцев, они входят в список, представленный выше, и вы везете с собой до пяти зверей и птиц. В ином случае владелец должен оформить документы, соответствующие требованиям к коммерческому перемещению животных. Естественно, если ваша цель – разведение зверей или участие в выставках, такие бумаги придется заиметь в любом случае. Но если вы просто не хотите оставлять любимца дома одного, вам понадобится вживить питомцу микрочип, соответствующий стандарту ИСУ-11784, или нанести татуировку, взять с собой паспорт домашнего, животного, привить от бешенства. Требование распространяется на кошек, собак и хорьков моложе 12 недель, однако для молодняка потребуются другие документы. Не рискуйте остаться дома из-за ошибок в документации. Если ваши животные считаются экзотическими, разберитесь во всех требованиях к провозу еще до записи на границе с Эстонией. Вы можете задать интересующие вас вопросы, обратившись на официальный сайт Департамента полиции и погранохраны Эстонии ИХТПТСДС. www полиции и ru спонсор этого видео центр юридической помощи бастион бесплатные юридические консультации круглосуточно телефон центра 8 800 555 67 55 добавочный номер 769 адрес сайта указан в описании под видео ставьте лайки если вам понравился этот выпуск подписывайтесь на канал поделитесь в соц сетях всем пока